Задокументированы 14 фактов бандитизма и организации преступного сообщества. Результаты существенно выше, чем у наших коллег по Приворскому округу. Кроме уже осужденных 570 членов ОБФ, еще свыше 400 участников привлечены к уголовной ответственности. В взаимодействии с ОСБ реализован комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Возможны уголовные дела по 55 преступлениям экстремистской направленности и террористического характера. По расследованным делам уголовной ответственности привлечено 22 человека. По нашей инициативе выдворены за пределы Российской Федерации 8 иностранных граждан, распространявших экстремистскую идеологию на территории республики. Двое из них имели отношение к деятельности из ВУТХР. Совместно с Управлением ФМС России проведена серия оперативно-практических мероприятий. Налажена практика выявления так называемой резиновой квартиры. Возбуждено 18 уголовных дел. Два организатора уже осуждены. Причина деятельности почти двух десятков преступных групп, специализирующихся на совершении серийных преступлений, грабежах, хищениях транспорта, кражах из квартир. Из незаконного оборота изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомата, пистолеты, винтовки, самодельное оружие и гранаты. Ликвидированы 25 каналов поставки наркотиков в республику. Обеспечено выполнение задачи по повышению эффективности противодействия организованного форума наркопреступности. Результативность на данном направлении возросла в два раза. Среди уголовных дел, выбранных за организацию преступного сообщества, два по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, одно из которых в конце года направлено в суд. В общей копилке, в правоохранительной структурной республике, на долю нашего министерства приходится две трети от всех зарегистрированных наркопреступлений. Выявлено более трех тысяч преступлений экономической направленности, каждое второе тяжкое, особо тяжкое, каждое шестое совершено в крупном и особо крупном размере. Более чем в два раза увеличился процент возмещения материального ущерба потерпевшим от экономических и налоговых преступлений. Количество выявленных преступных посягательств на бюджет образующих предприятий в республике выросло в два раза. Сумма, установленная по ним материалом ущерба, в девять. Составлено свыше двух тысяч административных протоколов за организацию незаконных азартных игр. Возбуждены уголовные дела по четырем преступлениям, выявленным в Казани и Алимитинске. Ликвидирован подпольный цех по производству и реализации игровых автоматов. В целом повышена результативность работы по раскрытию расследованных преступлений. Динамика роста заметно опережает среднеокружная и среднероссийских показателей. Увеличилась раскрываемость тяжких особо тяжких составов, умышленных причинений тяжкого вреда здоровья, разбойных нападений, грабежей, краж и жизнь граждан. МВД и прокуратура республики за год проведено более двух тысяч проверок в учетах лицационной дисциплины в органах и возразлениях внутренних дел. Давно решено, послабления нарушителей не будет. По всем выявленным фактам проведены служебные проверки. В дисциплинарной ответственности проведено свыше тысячи сотрудников, среди них более старых водителей. Четыре сотрудника, уволенные из органа, принадлежали шесть пониженных занимаемых должностей. Многое сделано по укреплению законности на стадии следствия и дознания. Почти на 20% сократилось количество фактов незаконного включения граждан к уголовной ответственности по линии следствия в более чем два раза по линии дознания. Тем не менее, Иван Сергеевич, Китов, Марина Викторовна, это тот случай, когда одного факта много, надо стремиться к полному ускоренению подобных происшествий. Должен напомнить, что несмотря на позитивные моменты, качество работы ваших подразделений претензий хватает, возврат дел незначительно вырос, много нарушений сроков. Каждый случай тема для предметного разбирательства. Андрей Ильич, в последнее время, в последние два года снижается, раскрывая ваш убийство. Да, есть объективные причины возбуждения уголовных дел по статье 105.107 Главного кодекса полиции обеявлено в розыск много лет назад, но при этом непростительно долго идет раскрытие преступлений, стоящих у нас на контроле в МВД и вызвавших широкий общественный организм. Я их напомню, это покушение убийства несовершеннолетней пошутки на Елабужском районе, убийство Максимовой, Юдины в Казани, Шамбенова, Муха, Мегалеева. В Уроносоводском районе, Сапатово, Камсково-Устинском районе, а также сели убийств при стрелях, женщин-казах. Еще можно назвать ряд убийств. В взаимодействии со следственником управления и следственным капитетом необходимо максимально по этим преступлениям поработать в 2014 году и поставить точку в этих заценочных судьях присажившихся. Нельзя признать успешную работу по причине законного оборота оружия. Несмотря на неплохие примеры изъятия целых арсеналов, результаты ряда горельных в этой области заметно снизились. Они абсолютно не отвечают реальной ситуации в республике, учитывая наличие серьезных организованных прислуг формирований, активных деятельностей радикалов. Претензии, в первую очередь, я адресую Казанскому, Миноборчимынскому гарнизону полиции, отделам ВД России по Альминскому и Линогорскому проекту. И, конечно, Управление Голонородского, которое пока не справляется в этом направлении с организаторским функциям. Павел Игоревич, я уже не наградно указывал, что ваше подразделение долго разгачивается, особенно, что касается каналов поступления оружия в республику. Да и в горе ровно закручивают работу и ее контролируют. Это тоже ваша задача, предсаживайтесь. Иван Сергеевич, по раскрытию краж, это зона, ваше отверстие мы говорили, что, несмотря на имеющиеся подвижки, остается масса открытых вопросов. Сложная ситуация по карманным кражам, кражам из машин, их раскрываемость мизерная, нельзя назвать удовлетворительной работой по хищению сотовой текла, предсаживайтесь. Что касается профилактики правомышления, то на протяжении последних трех лет растет количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного пьяни. По сравнению с прошлым годом, почти на четверть. Рост данных видов преступлений отмечается в подавляющем большинстве муниципальных районах республики. Участились случаи, когда в охот действующего законодательства спиртное продается совершенно открыто в запрещенное время, особенно в Казани. Обычно магазины маскируются под общепит. В прессе в последнее время появился републикация на эту тему. Валерий Владимирович, еще в октябре 2012 года Вы публично обещали принять меры масштабы ночной торговли алкогольным расходом. Вместе с Маратом Ильяновичем и госалкогольной инспекцией необходимо этот вопрос решить. Мы недавно подведем итогов Казанского гарнизона. Это обсуждали, присоединяйтесь. Еще один момент. Более чем полтора раза выросло число потерпевших, старших объектами преступных посягательств, находясь в ней трезвом. Проблема не сделала давно и в 2012 году распоряжение Кабинета Министров Республики. Руководителям 11 органов местного самоправления предложено создать муниципальные автономные учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в тяжелой степени отменения, утратившим способность передвигаться. По старому те же самые методы для зрителей. В семье они уже функционируют, в двух идет ремонт. Процесс пока стоит только в Казани, на держат шлангах. Здесь вопрос даже не столько связан с криминалом, сколько с тем, что делать вот такие, как сегодня Холода, с нетрезвым гражданом. Полицию нельзя, больницу тоже оставить без помощи и замерзнуть.